Самое доброе утро. Только что проснулась. Солнце заливает мою спальню. Пошли. Я шепотом. Данечек, ты проснулся? Доброе утро. Сонечко моё. Так, открываем окна. Открываем двери. Сегодня 27 июля 2018 год. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Начинается день, начинается. Из-за моря солнце в небо поднимается. Начинается день. Ух ты, всего лишь 28 градусов. Может, и того меньше. Потому что на градусник, на термометр бьёт солнце. Сейчас, Никуська, даю, сейчас. Даю, 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 даю. Сейчас, на, красавица, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Нашла чьи-то носки. Надо бросить стирку. И так, 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 иду, 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 иду. Забыла, бедная. Забыла, мои девочки. Вот уж будет биться, вот уж будет биться, вот уж будет когтями скрести. Никуська, у меня такое настроение, настроение хорошее, ты шкребёшь мне тут по сердцу. Так. Ты знаешь, что я хочу. Молодец. Умница моя. Умница моя. Пошла, пошла, пошла. Это только закусон, это ни в коем случае не еда. Ай, как вкусно с маминых ручек. Конечно. Конечно, вкусно. Конечно, а как же. Так, ну что. Надо готовить Даньку завтрак, а сначала надо открыть все окна. С этого Даня пошёл душ принимать. Я думала, он спит. А потом, смотрю, не спит. Это мне Светочка подарила такой календарик. По-моему, это ещё 17-й год. Ну, всё равно такой красивенький пусть висит. Открываем все окна, и оттуда солнце тоже. И вот оттуда тоже солнце бьёт. Вот оно. Так, открываем. Так, открываем. Открываем, открываем, открываем. Из-за моря солнце в небо поднимает. Начинается день, удивительный, любопытный, как длинный, большой, как рыбакит. Прошу прощения, конечно, за моё пение. Но когда душа поёт, и себя невозможно остановить. Понимаю, что нельзя петь. Что кому-то сейчас я это, как сказать, возможно, травлю бит своим пением. Ну, а куда денешься? Я вчера почти докрасила своё платье. Я ещё душу даже не принимала. Я подскочила, потому что подскочила поздно, проснулась. Сейчас Данька провожу. Он сам сегодня едет на работу. У него временно появилась машина. Временная. Я беременна, это временно. Сейчас я быстренько сварю ему кашку. Где все эти штучки? Всё в холодильнике, что ли? А, я вспомнила. Вот же я вчера черешню ела. Я скажу, что уже даёт эту черешню. Уже стоит больше недели. Неделя точно стоит. Вот я вчера ела черешню. Так, выбрасываем. Пошли мыть её. Ой, как красиво. Господи, как хорошо на улице. Как классно на улице. Так, мы берем водичку и ставим кашку. Тра-та-та-та-та. Опять я вчера не могла благословить. У меня такое иногда бывает. Мне пишут, пейте мелатонин. У меня мелатонин стоит. Я одно время его пила, а потом бросила его пить. Если честно, как-то он на меня неправильно действует. Я прекрасно засыпаю. У меня всегда хороший сон. Но иногда бывают какие-то моментики, изредка бывают какие-то моментики, что вот почему-то вдруг не засыпается. При всём при этом я себя прекрасненько чувствую. Так, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Что-то я хапанула целую, целую ложку большую. Не знаю почему. Ой, вчера какие у меня были, какие у меня вчера были вкусные пирожки. До сих пор, до сих пор не могу отойти. Я вчера съела два пирога, таких громадных, вообще. Ну, не сразу, конечно. Но если бы я не смотрела за свои порции, я бы штук пять бы сразу съела. Вот честно, съела ли сразу штук пять. Сейчас у меня сварится кашка, а потом я сюда поражу уставовую ложку сгущённого молока. Всё, завтрак готов, Данючка. Раз, два, три. Три. Всё это снимаю. Снова под замок. Когда-то где-то я фотографировалась, это где такое было, даже не помню. Мой любимый Кашпировский. Мой любимый Стамбул. Хочу в Стамбул, хочу в Стамбул. Очень хочу в Стамбул. Я в Стамбул хочу всегда. Меня мой первый видит, спроси, куда ты в первую очередь хотела бы полететь? Только в Стамбул. Ну, понятно, я бы хотела полететь ещё в мобильнице на этой планете, но первое, куда бы я хотела полететь, это Стамбул. Обожаю. Просто все дошло. Так. Ну что. Вот моё платье. Вот я вчера что сделала. Ещё не додела. Сейчас одену. Премьер мумба-юмба. Ну, смотрится всё равно прикольно и классно. Очень классно смотрится. Я сзади ещё такие штуки не нарисовала. Я хочу сказать, что вот современная мода, она допускает всё. Она допускает там криво нарисовано, подрано, дырку какую-то, где-то что-то. Вот у меня такое платье получилось. Вот так вот оно выглядит. Вот так вот оно. Ой! Шатает. Я ещё просто не проснулась. Вот так вот оно выглядит. Видно, не видно? Очень. Мне очень нравится. И, наверное, надо что-то ещё сделать на рукавчиках. Вот кто подскажет? Или этого достаточно? Я думаю, что вот это достаточно. Но вот где-то тут на рукаве просто просится где-то какой-то, может быть, просто какой-то кружочек вот тут поставить. Или где-то. Или здесь фига блесточек нарисовать. Где-то. Нет, я думаю, что вот этого достаточно. Смотрится прикольно. Мне очень прикольно смотрится. Класс. Обыкновенное чёрное рубище было, и получилось вот такое прикольное платье. Ещё сзади вот такую штуку нарисую я сегодня. И что? Ну и как? Зацените. Знатоки. Только знатоки. Кашка готова. Теперь. Оп. Между всё время открою. Где моё сгущённое молочко? Давай. Молочко. Опять забыла поставить в холодильник. Бутылочную воду. Ну, хотя там у Дани есть холодильник. Всё, каша готова. Очень вкусная. Каша просто сказочно вкусная. Я её обожаю. Я бы её ела каждый день. Ну, я её, собственно, ею почти каждый день, когда я никуда не уезжаю. Когда я дома. Хотя я редко завтракаю. Вот вчера пришло задание доесть. Вот я на столько же каши приготовила, и половину съела. Мне пришлось просто доесть. Не потому, что я хотела есть. Но я же говорю, я всегда в своей семье, когда дети маленькие были, я исполняла роль свинюшки. Я за ними доедала. И потом мне уже полноценного блюда уже не хотелось есть. Поэтому, наверное, многие мамочки делают так же. Итак, полдевятого. Сейчас Данька провожу. Пойду приму душик. Не знаю. Поеду сегодня к Аллочке, не поеду. Я вчера созвонились. Алла, я еду. Она, ой, ра, ра, ждём, ждём, ждём. В час дня я пишу, Алла, я не еду. Мой внутренний голос сказал мне, что надо остаться дома. И слава Богу, что я осталась дома. У меня какое-то такое вчера было состояние, меня покачивало. Померила давление, Дугласа, сделала эту измерялку. Нормальное, 123, по-моему, на 78. Что меня покачивало, не знаю. Ну, просто, значит, была не судьба вчера поехать. Значит, я вчера должна была быть дома. Может быть, сегодня поеду. А может, не поеду, не знаю. А, у меня же сегодня свидание. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Не скажу с кем. Не скажу с кем. Принесла вчера. Данючек, съешь, съешь этот виноградик. Нет. Придётся бабушке дать, а что делать? Я сейчас с него сделаю смузи. Вот такой сладкий-сладкий. Мне так захотелось виноградик. Оно, опять-таки, ну, не получается у меня. Там пирожок съела, там это, виноград просто не лезет уже. То есть, вот эти фрукты, они уже просто, их некуда уже положить. Так что, я сейчас смузи себе сделаю. С виноградом. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Если честно, по-моему, я никогда не делала смузи из винограда. Дела из яблок, из груш. Из... Дела из этого... Из арбуза. Манду, бананы. Уже мелкие, мелкие. Сыпятся мелкие. Я же не просила. Вот он его сразу измельчает. Заня, наверное, нажал на кнопочку на измельчение. Просто потечет. Ну что, давай. Пойдем биться. А, мне же надо еще семи льна положить. Семи льна. Вот у меня полноценный завтрак. Рус. Я хочу сказать, вот этим вот действительно насыщаемся. Я хочу сказать, вот этим вот действительно насыщаемся. Всего лишь, ничего лишь. Полноценная еда для человека. Полноценный завтрак, можно сказать. Так, пошли. Ух ты. Какой красивый цвет. Просто красивый. Какой цвет супер. Вкусно. Вкусно. Какой вкусно. Этот виноградик надо опять в холодильник положить. Потому что, потому что. Потому что, потому что. Потому что все должно лежать в холодильнике. Иди сюда. Иди сюда. Пойди ко мне. Я уже потихоньку просыпаюсь Почти проснулась У меня остался Со вчерашнего дня кусочек Остался тесточка О, какое тесто вкусное Ага, вот тут у меня Стоит рыба жарена Сейчас О, доброе утро, мой золотой Я здесь Хорошоку предупреждаешь Он же там в своей комнате Я кричу, Даня, тебе сделать смузи из винограда Он что-то мне кричит в ответ А я вообще Я опять не понимаю, что Он мне что-то кричит в ответ Я тогда иду к нему со стаканом Захожу к нему и говорю Я тебе Вот мы с тобой поговорили Что-то кричали-кричали друг другу, мы не поняли Я говорю, я тебя спрошу, тебе смузьку сделать Такое слово смузьку впервые употребила Смузи, смузьку Он такой, сделай мне смузьку Такая шкодная какая-то ситуация Я же даже еще без бровей А со вчера еще немножко остались Так что сейчас я сделаю смузьку Из винограда Смузька из винограда Там пол бананчика со вчера осталось И яблочко Вкусно, божечки мои, как вкусно Я, конечно, взбиваю где-то минуту-полторы Я, естественно, это на камеру не делаю Чтобы ваши ушки поберечь Что это получилось? В дуглас выносит мусор, выбрасывает Кто-то шоркается по моим мусорникам Коктейльчик получился Я сейчас попробую чуть-чуть Банан все-таки банан дает такую мягкость Такое что-то Вот это больше, как бы Это более мягкое, как сказать Больше не мягкое По-другому никак не скажешь Боже, как вкусно Сказка просто Ты доел кашу? Держи Поставь вот это, чтобы не дали Сюда поставь Сюда Бон аппетит Все Ура, ура, ура И там Многие спрашивают Когда Даня у меня взял мою машину И поехал Поехал заниматься баскетболом И мне не позвонил Я просила, Данечка, приедешь, позвони Он не позвонил Он, как любая нормальная бабушка Естественно, как любая нормальная мать Думаю, пойду Ну, чтобы себе не трепать нервы Пойду ему навстречу И, может, дойду до этого места И там уже обратно поедем домой Немножко было, конечно Хотя знала, что все хорошо И мне говорят Почему он не берет машину Дугласа? Почему Даня не берет машину Дугласа? Да потому что Тут не принято так Я не считаю нужным брать у Дугласа машину Тем более, что машина ему подарил Его зять И как это будет выглядеть? Если бы это была машина, может быть, Дугласа Я могла бы ее взять Но когда ему подарил его зять Муж его умершей дочке Как-то это будет очень некрасиво выглядеть Совсем ни к чему скажет Поэтому у меня есть свои принципы У меня есть своя Как бы Как бы сказать Ладно Никак не сказать Ой, я еще сонная Пойду, наверное, сейчас посплю И, Косичка, пойдем-ка Я посплю Сейчас Данечек уедет Вот у Данька на два дня машинка Или на три Тут ему совсем недалеко ехать А потом уже будем смотреть ему машину Либо он, ну, он, понятно, сам не купит Ее, естественно, что мы будем ему В смысле, он не найдет Купить-то он ее купит Первый взнос у него есть Даунпеймент Найдем какую-то неплохую машинку Такую не очень дешевую Не слишком дорогую Среднюю какую-то И потихонечку будет выплачивать 150 долларов в месяц Там, 200 долларов в месяц Это копейки Это мое заценил Сказал, классно Только надо чуть-чуть Вот еще подкрасить Ну, подкрашу, ладно Раз ты мне рассказал Значит, подкрашу Здрасте А, ну ладно Буду Мы простимся с тобою порога Ты мне счастья пожелай Что-то я с утра хожу пою Как ненормально Давай, дядя, чмок, ты ижи Все Давай, суночка мой Береги себе, мой родной Хорошего дня Зайтик мой Любимый мой Солнце мое сладкое Все, пошла-ка я спать Просто хочу Хожу сонная Хожу сонная Меня качает Меня это Пошла спать Потом Ники, стоп Стоп Засранец Забыл еду свою Обед Вот уже И я тоже Бабушка называется Пошла целоваться Даня Даня Ты еду забыл свою Все Все, пока-пока Все, люблю Целуй, мой родной Давай, береги себя Чтобы она не упала Данечка А то я вот сюда поставлю Не забудь холодильник, хорошо? Все, пока Мы простимся с тобою Порога Ты мне счастье Пожелай Никак не докрашу Вот этот кусок Желтым цветом Ну никак Кинулась Стала красить Стала, думаю Пойду красить У меня маленькая Нет большой кисточки Маленькая только Ну, уже Съезжу в Хомди Покуплю большие кисточки Не убежит уже От меня никуда Все, пошли спатки Все Пошли Пошли спать Кому Кому что мне В 9 утра люди на работе Мне спать Пойду часочек поспать Моя солнышко Поехал мой родной Всегда так перекрещу С Богом С Богом С Богом Моя солнышко С Богом Мое счастье Боже, как я его люблю Родненькие мои Любимые мои Счастья мои Детки мои Внуки мои Эти таблетки Вот это Для похудения Для остановки аппетита Сюда Иди сюда Это Для памяти Для мозга Для улучшения мозговой деятельности Это Спирулина Все знают, что такое спирулина Это сказка Вот этот бутылок Пому стоит 35 долларов Дорогущая Канлютейн Это для глад Для моих И это Би-камплекс Одинная доза Доза Две спирулинки Две Белоба Витамин B Для глаз Лецитин И все Поехали Вот у меня осталось Запью Я прям целиком Все это бросаю В рот Одним махом Угу 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 У меня подружка говорит Как ты пьешь Мы когда ездили Мы когда поехали в Турцию Мы где-то откуда-то услышали Что Для того, чтобы похудеть Надо пить В день Очень много таблеток Активированного угля И вот мы с собой набрали В одной упаковке 10 таблеточек Вот мы с собой набрали И сидим Вот мы в день Выпивали по 10 упаковок По 100 таблеток И вот я Начищу Начищу себе Там целую горку Раз Гору Таблеток Бух в рот Раз Трах-бах И все Все выпила Валя на меня смотрит А она по одной Она говорит Как ты так глотаешь Как ты У меня глотка лужу Она по одной По две таблеточки По две дожди Только по одной могла Я так 10 штук Забросила сразу В рот Пах Проглотила И все И помню я когда Мы тогда поехали Мы много раз ездили в Турцию Раз наверное Очень много И даже боюсь сказать Сколько Когда ездили На шикарных лайнерах Например на Какого? Потом скажу Когда ездили На маленьких таких суденышках Вот на маленьком суденышке Меня всегда укачивает И помню я укачалась И позвали доктора Приходит такой красивый доктор И такой смотришь Там у нас такие пачки Пачки такие Резинками связаны Этот уголь Активированный уголь Он говорит Что за таблетки Вы такие принимаете Мы говорим Какие таблетки Это активированный уголь Мы хотели похудеть Ну мы так и не похудели Потому что в Турции Там такая вкусная еда Там такие шикарные рестораны Все это было Все это было зря Как же Как же Как же Забыла как судно называлось Мое любимое Шикарное судно Ой Боже Сонная Присонная Пошли спадки Затряла в голове Как же Теплоход назывался Художник-марианист Айвазовский Теплоход был Айвазовский Ой какой шикарный Был теплоход Какие были каюты Какая была еда Какое все было Вкусное Привкусное Мы на Айвазовском Наверное Ходили Один раз в Италию Мы через Турцию шли И наверное Раз Пять или шесть На Айвазовском Мы тоже Ходили Ну Мы же ходим Мы же не плаваем В Турцию тоже А все остальное время На небольших таких суденышках Которые были раньше Научно-исследовательскими Потом их перепрофилировали Когда рухнул Советский Союз Ну и продавали на них Билетики Вот мы катались На этих суденышках Конечно никакие Там и душ никакой Там и кабинки Каютки никакие Но тем не менее Что там было попасть в Турцию Несколько часов Это и в Турции Из Ялты Или мы ездили Из Ялты Либо из Одессы Из Ялты На маленьких мы ездили Из Ялты Все пошла спать Неспокойной ночи Вам доброго утра Все Оказывается Оказывается у меня Вон сколько грибов Белых выросло Вон они Одни белые Вон они Вторые белые Ну что Пойти супчик сварить что ли Вообще Караул просто Это надо Понятно Делать что это поганки Я знаю что это поганки Вау Я выглянула в окно Стала в окно закрывать Смотрю все Все имя белым Думаю вот это да И так я хорошо так Выспалась Так закрываем все окна Уезжаем Все Пошли Пошли Поехали И вот сегодня пятница И вот собирают Вот сегодня пятница Пришла машина Собирает Ярд Ярд Вейст То есть все что Все что С заднего двора Письмо Сейчас они заберут Мои листья Вот эти пальмовые Вот они там грузят Она видимо Забор меняла Либо что Да По всей видимости Она забор меняла Вот так вот Приезжает машина И все это забирает Мальчишки Вам помочь Нужна Грубая мужская сила Вот так вот Молодцы И там все сразу Перерабатывается И все Как перемеливая Лучше одному таскать Да понемножку Ты бери Господи Они ж тяжеленные Эти пальмовые ветки Просто реально тяжелые Вот так вот Их сейчас туда будет Вот так вот Их туда заматывают Молодцы ребятки Нарядилась Надухарилась Иду на свидание Пока не скажу с кем Но это как бы Ну В общем короче Нарядилась Надухарилась Пошла Пошла по рукам Так называется Все Мне удачи Все А потом все расскажу Что это было вообще Очки эти смотрятся гораздо лучше Ну что Красотка Ну что Пошли на свидание Пошли Хороша чертовка Разве я вообще Когда-то могла подумать Что в таком возрасте Можно ходить по свиданиям Это же вообще Кто бы мне сказал Там когда мне было лет Ну Даже 40 Я бы не поверила Тем не менее Вот она Жизнь продолжается Поехали Так По дороге я заехала В комдипо Мне надо посмотреть Не травку А вот эти вот Которые высаживаются Пучками Такие кусочки травы Так Где Травка Ты вообще Где Не хочу под солнце идти Потому что сейчас Вся взмок Ну нет Там нежное свидание В конце концов Не не пойду В следующий раз Я приеду Свиданная Ты моя Так А теперь я еду В ресторан Называется Богама Бриз Ну что Вот такая я Красивая Вот такая Красивая Пошла Встретилась Я еще Коту подхожу И так Что такое Home Depot Это громадный Магазин Просто громадный Это целый стадион Наверное Как футбольное поле Здесь Чего только нет Кого только тут Найдешь Чего только тут Найдешь И понятное дело Здесь есть В этом магазине Я что оттуда иду Потому что Мне оттуда Надо было идти Ручки помыла Здесь есть В каждом Home Depot Как и в магазине Лоус Есть сад Сад-огород Где продаются Растения Деревья Всякое-всякое Сейчас я туда пойду Сейчас я туда пойду И куплю Трав Я же Я второй раз сюда Заехала сегодня Потому что Ну короче говоря У меня что-то мотает Пошли Пошли Сим-сим Откройся Сим-сим Откройся Так Мне надо Все-таки купить Либо траву Ковриками Либо мне надо Купить Как я уже сказала Этими Маленькие такие Есть Как в стаканчиках Такие Рассада Уже Травка готова Ее сажаешь И потом Поливаешь Каждый день Несколько раз И она прорастает И потом покрывает Все залысины Даже здесь музыка играет Где? Где? Обалдеть Какая машина Золотая машина Передо мной стоит И крутятся у нее Те колеса Вообще Сказка какая Вау Ничего себе И вся в музыке Музыкальная шкатулка Там сидит Парень черный Танцует Весь сиденье Под ним ходуном Ходит Музыка гремит Ну что значит Молодость? Что значит Молодость? Вот так Вот он танцует Вот так Ручками И головой танцует И руками танцует Молодец Вот так вот Вот так вот Я опять сделала Тесто И вон оно Как подошло Короче говоря Я научилась Делать тесто Слава тебе Господи Там не заказал Ребенок И не приехал Не забрал Завтра буду Что-то делать Сейчас положу В холодильник Вот так вот Какое красивое Божечки мои Какое красивое Тесточко А я хочу Соевое молоко Ванина Вот с этими Как они называются Когда-то у нас Продавали Такие по 9 копеек Небольшие Такие Коробочки Мы покупали И на переменках Ели Они такие вкусные Они все В сахарной пудре В детстве Помню Это было Излюбленное Лакомство Они так Сейчас скрипят На зубах Обожаю Иногда Вот такое В детстве Продолжение следует...